Сань, ты же болеешь за Челси, да? Ну, как? Симпатизирую, да? Ну, и как тебе нынешний сезон? В основном, хватит, а? Ну, не Милан, конечно, но грустновато, ты сам все видишь. А вот скоро Челси будет как Милан, Саша. Бороться за Лигу Европы в лучшем случае. И на несколько лет перестанет быть топ-клубом. Вот увидишь, Сань. Да Абрамович уже все, перестал вкладывать много денег. Последние две из трех Лиги Чемпионов просто уже мимо, Сань. Все, эпоха закончилась, понимаешь? Челси теперь не входит в большую четверку. Там на ближайшие годы МЮ, Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм. Фасан, ты что курил? Скажи мне. Челси еще чемпионский кубок в Ман-Сити не передал еще полностью. Ты о чем вообще? Челси на несколько лет не топ-клуб. Отвечаю. Сумасшедший. Первая причина, почему Челси перестает быть супер-клубом, это Роман Абрамович, который давно уже остыл к футболу. У него уже нет этого перманентного желания сделать самый сильный клуб в мире. После победы в Лиге Чемпионов владелец успокоился. Команда давно не совершает супер-дорогих трансферов. Да, был один Марата, но и то провал. Потому что Абрамович стал серьезно экономить и пытается вывести клуб на самоокупаемость. Что из этого выходит? Всем показал Арсенал. Кроме того, из-за санкций у самого Абрамовича скоро могут начаться серьезные проблемы в Англии. Ему кажется, не до футбола. В Челси все еще супер-клуб. Как минимум потому, что синие по-прежнему одна из самых богатых команд мира. По стоимости состава они третий в АПЛ и седьмый в мире. О многих их игроках Азари, Куртуа, Канте и других мечтают поголовно все гранды. Кроме того, Челси по-прежнему мировой супер-бренд. Их футболки раскупают во всем мире. Это клуб, в который мечтают попасть лучшие тренеры и футболисты. И в который даже без Лиги Чемпионов приходит лучший игрок АПЛ. Потому что все понимают, один сезон без ЛЧ – это случайность. И скоро все снова будет хорошо. Вторая причина – это уход Майкла Эминала, гениального технического директора Челси. Майкл проработал в клубе 10 лет. С 2007 года практически все лучшие сделки синих, покупки Канте, Азара, Виллиана, Куртуа и других за очень приемлемые деньги проходили именно через Эминала. Но в ноябре прошлого года Майкл ушел из команды. Потому что ему надоела постоянная подковерная борьба, происходящая в Челси. Абрамович лично упрашивал Майкла остаться, но тот отказался. Кто теперь будет вести трансферы – не ясно. А ведь такие люди на вес золота. Вторая причина – проблемы конкурентов. В Челси сейчас все не очень хорошо. Но посмотрите на остальных. Наголову выше синих в АПЛ сейчас только Манфити. Остальные примерно на том же уровне. Юнайтед с огромными вложениями показывает ужасную и нестабильную игру. Ливерпуль впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. Это скорее сенсация. Тоттенхем просто беднее Челси. И им ужасно повезло с нынешним суперпоколением. А про Арсенал я вообще молчу. Все потому, что во всех топ-клубах АПЛ, кроме Манфити, еще идет серьезная перестройка. И Челси – одна из таких команд. Третья причина. У Челси просто нет лидеров. Лучший игрок команды – азарт. Но он какой-то бесхребетный. Вильяна и Канте тоже вряд ли. Так что, когда у команды не идет игра, она редко может что-то кардинально изменить. Поэтому недавний камбэк с Саут Гэмптоном – это сенсация. Проблему с отсутствием вожаков видел еще Жозе. Поэтому тогда позвал в команду Драгба. Но с тех пор лидеры новые так и не появились. Нету железного костяка, да и поэтому команда часто неуправляемая без характера. Да и вообще, в наше время топ-команды играют от себя с позиции силы. Челси же постоянно подстраивается. Третья причина – все, что сейчас происходит в команде – временные трудности топ-клуба. У всех бывают взлеты и падения. Даже у Барселоны и Реала – это естественно. И у синих сейчас просто краткосрочный неудачный период. Вспомните, ведь до зимы они уверенно шли вторыми, третьими в таблице. Да и матчи с Барселоны показали, что команда по-настоящему сильна. И вот несколько неудачных месяцев, и уже все? Челси не топ-клуб? Да вы о чем? Сейчас придет новый тренер, и все вернется на свои места. Спокойно. Четвертая причина – ужасный микроклимат внутри коллектива. Где за сферой влияния между собой борются штаб Антонио Конте и директор синих Марина Грановская. Каждый хочет лично контролировать все трансферы. Конте в итоге жалуется, что ему купили не тех игроков. Грановская винит наставника. Игроки то ли сливают тренера, то ли просто не понимают его идеи. А он сам ищет виновных и по очереди выгоняет из клуба лидера. Самое главное – это уже второй подобный случай. Простой смены тренера тут не обойтись. Четвертая причина – у Челси есть опыт выхода из кризиса. Синие не раз доказывали, что справляются с трудностями без особых проблем. Команду уже хранили после двух отставок Му Риньо. А помните, какая критика была после неудачных сезонов Вилош Боуша и Скалари? Но клуб показал, что он настолько силен сам по себе, что после падений берет и выигрывает Лигу чемпионов. А после 10-го места уверенно становится чемпионом АПЛ. Это признаки настоящего суперклуба. Пятая причина – Челси требуется полная перезагрузка. Это касается руководства, тренеров и состава. Взгляните на игроков только две суперзвезды – Азар и Канте. И они, кажется, уже на чемоданах. С натяжкой Куртуа проваливающий сезон, а остальные и близко не претенденты на золотой мяч. Лучшие годы Педро, Фабрегаса, Кейхела, Давида Луиза и Жеру уже давно прошли. Остальные либо молоды, либо просто не оправдывают ожидания. Клубу нужна тотальная перезагрузка. Как это было в МЮ после ухода Фердюса. Но для таких перемен необходимо 3-5 лет. Так что в ближайшие годы мы не увидим сильного Челси. И пятая причина – Абрамович. Один из самых богатых и самых влиятельных футбольных руководителей в мире. Он приехал в Англию и сходу создал суперклуб. При этом видно, что он действительно разбирается в футболе и тратит деньги с умом. А не скупает всех подряд, как некоторые шейхи. Абрамович действительно переживает за клуб. Он постоянно внутри команды не просто общается с игроками, но даже может дать им на выходные свою яхту. А сейчас собирается реконструировать стадион. То есть он не думает никуда уходить. И пока такой владелец будет в клубе, у синих все будет хорошо. Саня, ты читал последнюю новость? А что именно? Одним из главных претендентов на роль тренера синих называют, знаешь, кого? Брэндона Роджерса. Коуча уровня Солнца и Селтика. Посмотрите на коэффициенты. Ссылка на линию Марафон Бет внизу в описании. И это топ-клуб, да? Слушай, Вассан, в Баварию тоже Ника Ковач приходит. Так что не обязательно дело в громком имени. Слушай, Ника Ковач хотя бы перспективный. А Брэндон Роджерс, по-моему, уже устоявшийся немногим выше среднего тренера. Ну, слушай, если ты спрашиваешь мое мнение, то я как бы тоже не в восторге от этой новости, я ее дочитал. Но, согласись, ведь может прийти и Симеоне. И все тогда изменится в один момент. Ой, это вот вряд ли. Ну, что вряд ли-то? Челси все равно богаче Атлетика. И он с синими наведет чороху в АПЛ и обыграет в Брэндон. Мечтай, мечтай. Вот тут вот сверху голосование. Выбирайте, на чьей вы стороне. И кто из нас лучше защищал свою позицию. Ребят, ну вы же понимаете. Топ, топ. Челси топ. А еще ссылка на линию Марафон Бать с играми АПЛ внизу в описании. Подписывайтесь на канал. У нас круто, интересно, лучшие споры о футболе только здесь. И нажимайте колокольчик. Васан Балан. Не разрешайте ему больше надевать синие. Никогда. И Саша Роджерс Журавлев. Пока. Пока. Саша Роджерс Журавлев.